В областном центре на улице Высоковская всегда весело и шумно. Детское многоголосие не дает скучать никому. Здесь по соседству расположены два дома семейного типа Ленинского района города Бреста. На воспитании семьи Мессийчук находится шесть деток. Несмотря на то, что у каждого ребенка свой характер и их возраст варьируется от двух с половиной до пятнадцати лет, мама Вера с легкостью находит с ними общий язык. Ведь родительскую ласку и заботу дети понимают без слов. Это наша, наверное, семейная задача. Задача семьи находить детки разные, но слово семья – это один узелок. И нужно связывать вот эти ниточки все в один узелок. Они разные, разный характер. Как и мы все дома тоже разные. Есть слово семья. И вот эти узелочки, ниточки должны обязательно быть. Вера Мессийчук с Ольгой Мессиюк объединяет не только похожие фамилии и статус соседей, но и благородная миссия – родитель-воспитатель. В семье Мессиюк, кроме двух родных детей, воспитывается еще пятеро ребят, которые по той или иной причине остались без родительской любви. Но здесь они нашли не только заботливых маму и папу, но и большую семью. Дети – это всегда счастье, радость. Ты молодеешь с детками. Всегда чувство какое-то, не знаю, наполнение. Ты живешь в этой радости и даришь детям эту радость. Я вообще не представляю свою жизнь без детей. Потому что я говорю, понятно, что улыбки, большая ответственность, это гордость, это, не знаю, быть мамой – это почетно и гордо, наверное. Дарить счастье другим, и ты становишься счастливее. Ольга Мессиюк и Вера Мессийчук вошли в число настоящих героинь – мам, которые отдают всю себя не только родным детям. Их чествование проходило в Ленинской администрации города Бреста. Благодаря этим женщинам с большим сердцем за три последних года ни один ребенок не был отправлен в интернат на учреждение образования. А это говорит о многом. Последние годы у нас слишком развито усыновление. Мне сегодня приятно отметить, что только за 2019 год у нас более 10 детей, которые получили статус, тоже детей, оставшиеся без попечения родителей, приобрели семью, вам говорится, практически биологическую, когда эти дети усыновлены. Конечно, те мамы, которые находятся здесь. Вообще, тоже как мама могу сказать, наверное, не как чиновник, не как государственное служащее, могу сказать, что мамой быть сложно. Те мамы, которые находятся сегодня здесь, в этом зале, это мамы, которые не делят детей на своих и чужих. Это те, для кого все дети свои. Всех семей, которые у нас есть в районе, я сказала, что 80 детей сегодня в замещающих семьях, ни один ребенок не называет тетя, бабушка по имени-отчеству, родители-воспитатели, допустим, в детском доме семейного типа, все не называют мамой. Это показатель, потому что они относятся действительно по-патерински. Слова благодарности за труд и за воспитание, цветы и грамоты дарили мамам. Они принимали это с улыбкой и легким смущением. Ведь в эти минуты они вновь ощутили значимость своей непростой миссии и испытали чувство гордости за свою большую и счастливую семью. Ирина Кузьмич, Эдар Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания МВК-ТВ.